Почему еще об этом говорю, еще раз оставляю внимание. Дело в том, что когда заказчики, мастера или дизайнеры, которые наблюдают за ремонтом, слушая мастеров, которым естественно неудобно на грязном полу раскатывать чистые американские оборки, красивые. Давайте постелим, потом раскатаем и все наклеим. И для того, чтобы избежать царапин, они решают проблему так. Они застилают полы. Кто чем? Кто пленкой, кто спиненом полиэтиленом. Ну, некоторые ребята застилают, допустим, ДВ-пушку, листами. Да, застилают. Очень нежелательный вариант. Даже ДВ-пу с пленкой нежелательной? Даже ДВ-пу с пленкой нежелательной. Рассказываю. Значит, вот если вы... А, ну не повесили мы в инстаграме, ну потому что не хочется это вешать, честно говоря. На сегодняшний день, вот у нас на следующей неделе, начинается решение проблемы. У нас заказчик купил после французскую йогу. Знаете, что это французская? Такая вот подобная пилена. Французская йогу. Все замечательно, все славно. Но, я не знаю, с чьей подачи делали не наши ребята, а полы были смонтированы, потом продолжали было с покраской стен, потом еще какие-то работы, светильники, потолки. И в итоге полы засланные пленкой, доска натуральная, покрытие с выполненным, пролежали, ну где-то месяцев два. Когда сняли пленочку, весь пол стоит лодочкой. Заказчик, естественно, как бы расстроен, он обращается к дизайнеру, он обращается к мастерам, где-то говорят, наверное, доска такая. Вот. Спрашивают, а у вас все было заслонно? Нет, вот в гостиной все было выполнено, а там не заслонно. Я говорю, в гостиной вопросы есть? В гостиной вопрос нет. То есть поймите, дерево, оно, натуральное покрытие дерева, оно имеет определенную свою влажность, которая содержится в этой пиресе. И когда мы получаем, допустим, дерево массивное, мы всегда проверяем его перед укладкой в процент влажности. Процент влажности 8 плюс минус 2. Если влажность выше 11%, оно будет высыхать на вашем объекте, съеживаться, и через некоторое время обнаруживаются будут щели. Если оно пересушено, оно начнет растухать, становиться вот так в лодочке, выпирать в двух трогах. Ну, там еще, конечно, от технологии влажности зависит. То есть получается, что под пленкой мы имеем бетонную стяжку и древесину, остатки влажности в бетону, природная влажность дерева. И все это получается так, что дерево, ну, я не знаю, как бы задыхается. Понимаете? Нет вот этой естественной вентиляции, и получаются очень неприятные эффекты. Именно поэтому еще раз массивные, натуральные, паркетные доски, инженерные доски укладываются практически в самом конце. Можно застилать пленкой. Можно. Но мы через 2-3 застилали. Максимум 2 недели. А картоном нет? Картоном. Гофрокартоном не спасет? Я в гофрокартоном. Но все закрывания должны быть выполнены максимум 2 недели. У нас недавно был объект, на котором работал наш мастер. Вплоть до того, что, поскольку рабочие, естественно, были не в восторге от моих требований, я приезжала и заставляла их вечером убирать, утром настелать. Вот я развлекалась. Вечером убираем, утром настелаем. Это вот было через 2 недели. То есть на выходные вообще все убирали и оставляли паркет дышать. Потому что, ну, потом, я говорю, будете очень сильно расстраиваться. И заказчик начал пределять претензии. И как бы решать надо будет этот вопрос. А вопрос лодочки можно решить только перешифровкой. Это работа дорогая. Это работа дорогая по стоимости работы. Это работа дорогая по стоимости материала. Плюс вы потеряете цвет, который, допустим, был нанесен на этой доске. Доски у нас на удержке. Допустим, вот такая доска. Она тонирована. Этот цвет идет. Надо будет решать вопрос с возобновлением этого цвета. То есть вопросов. И плюс еще при перешифровке уходит фаска. Его случай хуже будет, чем при после заводского покрытия? Конечно. Всегда заводское покрытие, оно всегда у врача улучшит.